Здарова парни! В этом видео хочу показать, как буду дорабатывать на этом Solix эмульсионные трубки. В интернетах много разных версий, разных идей, есть положительные отзывы. Я как бы хотел это немножко делать, типа в кучу собрать и реализовать здесь, на этом Solix 2108. Для этого я использовать буду маркер, чтобы мне пометить, с какой стороны у меня заходит канал. Вот показываю канал и ставлю меточку. Вот сюда у нас должна ориентироваться полоса отверстий в эмульсионной трубке. И вот здесь у нас вторая камера. Я тоже ее отмечу, просто чтобы посмотреть, как оно там у нас будет. Вот еще для наглядности вот так вот, такое вот направление, типа покажем на самом корпусе. Откручиваем теперь. На вторую камеру оно не особо пригодится, по той причине, что я хочу там запаять и пересверлить отверстия, чтобы они работали вот таким вот образом. О, смотрите, как шикарно здесь у нас получилось. У нас прямо напротив метки стоит ряд вот этих вот отверстий. Прямо красотища. Даже и не надо ничего здесь дорабатывать вот в этом вот плане. Вот, я только хочу здесь что сделать? Запаять вот этот ряд, второй сверху, вот эту запаять и вот эту запаять. И пересверлить их вот с этих вот сторон. Здесь и здесь. Для того, чтобы оно как бы равномерно по вот этой вот окружности работало эмульсирование. Дальше. Смотрим теперь уже первую камеру. Как у нас на ней пришлось. Совпало или не совпало? Ну, вторая камера, это прям повезло. О, ничего себе! Слушайте, вот это китайцы дают. И здесь совпало. Я не знаю, это совпадение или не совпадение. Ну, прям круто, смотрите. То есть, если бы был перекос, я тогда взял бы гайку. Вот, гаечку. М6. Накручиваем сюда. Берем это дело в тряпку. В эти самые. Либо в пассатижи крепкие, но лучше в тиски. И зажимаем. И потом вот это дело сдергиваем. И у нас освобождается эмульсионная трубочка. Мы ее потом себе позиционируем отверстиями напротив нашей меточки. И хоп, зажимаем назад теми же, например, тисками. Или, может быть, там немножко аккуратно подобьем его. Здесь я хочу сделать не пересверловку. Я здесь хочу сделать определенные канавки, которые, судя по некоторым интернет-заявлениям, делают эффект тот, что на определенных оборотах уже даже образуются прям кольцевые пузырьки. Вот. Я, конечно, в данном случае сомневаюсь, что это дело получится, потому что все-таки они на 180 градусов разнесены. И здесь бы, наверное, хотя бы вот это бы отверстие взять, да и пересверлить вот сюда было бы неплохо. Вместе с канавками, само собой. Так что сейчас будем посмотреть. Буду начинать заниматься этим творчеством. И результат вам покажу. Процесс всего этого мероприятия будет происходить примерно так. Сейчас я вам расскажу технологию, чтобы вы меньше попортили своих эмульсионных трубок. Так. Берете паяльник, такой вот с достаточно тоненьким жалом. Потом берете... Вот, кстати, я уже сдернул эмульсионную трубку с жиклера. Так. Берете зубочистку, причем довольно длинную, чтобы она изнутри перекрыла отверстие. Вот. Для того, чтобы у нас олово не затекло внутрь и не попортило внутреннее пространство эмульсионной трубки. Так что берем вот зубочистку, вставляем туда. И теперь на вот это тоненькое жало я одеваю вот так вот плотненько вот это дело. И вот смотрите. Видите, там как раз видно, что не просвечивается. То есть зубочистка стоит под отверстиями и у нас наплывов, если и будут, то минимальные. Вот. Теперь ставим... Вот если здесь вот у меня вот так вот стол, то я ставлю вот так вот вертикально. Паяльник фиксирую, потому что тепло поднимается вверх. И таким образом тепло хорошо пойдет по эмульсионной трубке и прогреет ее. Я беру кислоту ортофосфорную и на горячую трубочку капаю по одной капельке. Здесь оденьте обязательно очки, потому что она прям брызжет, летит, испаряется. Вот. Ну, такая злая штука. И затем уже я беру олово и так аккуратненько начинаю вводить. Вот. На хорошо прогретой эмульсионной трубке начинает появляться тонкий слой вот этого вот олова. Я вот так вот вожу, 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 проворачиваю, чтобы полностью сделать такой поясок вокруг вот этого дела. Еще дополнительную подготовку можно сделать. Взять напильничек, надфиль, например, и поцарапать его там вот в таких вот нахрест, типа в двух плоскостях, для того, чтобы там образовались риски, потом капнуть уже кислоты, и оно там максимально надежно зафиксируется. Вот и получится, что у нас будет такие вот два пояска, которые вокруг вот по кольцу держатся за нужное нам место, и, соответственно, не поотпадает оно все. И затем засверлимся с других сторон. Вот такое вот железное творчество предстоит. Снимать не буду, все это дело вот по этой инструкции я уже производил. Вот сейчас просто на камеру хочу вам показать, что это дело приводит к каким результатам. Ну что ж, еще не утро, а я уже закончил. Итак, показываю результаты. Вот у меня обычная заводская эмульсионная трубка, и вот показываю эмульсионную трубку, которую я сделал. Меточка, соответственно, я ее сохранил, ну, чтобы линия вот эта вот была напротив. Нарезал небольшие углубления, вот такие вот колечками. И, как можете видеть, вот это вот отверстие, отверстие номер 3. Я тут сделал такой поясок, обпаял, вот, чтобы хорошо залилось и держалось отверстие, которое я заделал, и перенес его на 90 градусов. Вот это отверстие, вот оно. На нем я кольцевую вот эту вот проточку, канавочку не делал, но сделал фаску. Вот. И из-за фаски оно смотрится как будто больше. Ну, вот у меня есть мерило, мерилом у меня служит сверло контрольное, и вот оно сюда так заходит, и смотрите, практически без люфта. Ходит, не сказать, чтобы идеально мягко, вот. Но прям как будто именно тот размер. И вот сюда теперь вставляю. А сюда прям тугенько заходит. То есть, я его так с усилием проталкиваю, и оно туда еле-еле залазит. И вот это тоже еле-еле залазит. Вот, прям туго сидит. Ну, то есть, размер чуть-чуть меньше, но зато у нас есть вот такое вот улучшение смесеобразования. Надо будет взять сейчас его немножко вот так еще пройтись, и оно чуть-чуть раздастся. И как раз я добьюсь такого вот совпадающего идеального размера. Потому что хочется, чтобы оно прям было по красоте. Ну, хотя размер там совсем чуть-чуть я чувствую. Чуть-чуть есть отличие малюсенькое. Вот, такая вот получилась у нас разница по вот этой вот всей возне. Пишите в комментах, это мертвому припарки или какой-то толк от этой всей истории все-таки будет. Напишите свое мнение. Мне очень интересно узнать, что моя аудитория думает по этому поводу. Вот. Итак, это была первая камера, вторая камера. Опять-таки, меточка напротив линии. И я вам немножко ошибся вначале, что сказал, что запаяю, ну, как бы, второе и третье. На самом деле, первое и... Ой, второе и четвертое. Первое и третье я запаял. То есть, самое верхнее и потом следующее. В общем, получается, что я сместил, как бы... В принципе, не суть важна, что я вам тут рассказываю. Эффект-то один и тот же, какой бы вы ни смещали. Вот, получается, одна сторона. Тут, если мы проворачиваем на 180 градусов, следующее. Ну, а тут у нас получается вот таким вот образом. То есть, отметки по высоте я сохранял. Просто они расположены теперь под 90 градусов. Вот такая вот получилась эмульсионная трубка. Я у каждой из этих отверстий снял фаску. И опять-таки, так совпало, что это же сверло, ну, тот же размер, по сути. Вот у нас и родное, и новое отверстие. Новое чуть-чуть туже заходит. Вот родное. Чуть-чуточку, видите, вот легенький люфтец. А вот новое, которое я сделал, заходит тугенько. Вот. И сюда тугенько. Ну, как для второй камеры, для мощностного режима, я бы их уже и не раздавал. Пускай вот тугенько и будет. Немножко более богатая смесь получится. Чуть более такой мощностной режим, если это можно так назвать. Вот. Такая вот была у меня доработка эмульсионных трубок. Опираясь на опыт товарищей, которые в ютубах вылаживали свои ролики. Я там постоянно смотрю, что люди сочиняют, кто что новое пытается делать, экспериментирует на своих машинах. И вот тоже человек мне прислал карбюратор на доработки. И такое вот творчество железное я ему зачудил. Вот. Оценивайте видео лайком. Надеюсь, вам понравилось. Было интересно, полезно. И до новых встреч в новых роликах. Пока.